Продолжение следует... Но мы прекрасно понимаем, по какому поводу он произнес свое пророчество, оно, собственно, очень цельное, в отличие от остальных книг, здесь, в общем, одна более или менее тема, возмездия окрестным народам, которые злорадствовали во время бедствий, постигших Иудею и Израиль. Ну, прежде всего, Иудею. Так часто бывает, что народы, которые живут рядом, не слишком любят друг друга и пытаются воспользоваться несчастьями своих соседей для того, чтобы как-то, ну, или улучшить свое положение, или, по крайней мере, позлорадствовать. Уже мы-то, мы-то. Вот, отчасти в книге Иоиля было подобное, где говорилось о возмездии народом в конце, в четвертой главе. Ну, вот, книга Авде, она выбирает одного исключительно соседа. Это Эдом. Эдом, последствием, будет называться Эдумеей, страна, которая расположена к востоку от земли Израиля, сегодня на территории Иордании, бывший Эдом расположен. Соответственно, близкие родственники, потомки Исава. А Исав – это брат Иакова, и Иаков получает второе имя Израиль, и от него происходит, собственно, израильский народ. А второй его брат Исав, он становится предком Эдомитян. А вот здесь как раз об этом говорится довольно подробно. Итак, видение Авде. Вот что говорит Господь Бог об Эдоме. Точно слышали мы это от Господа. Необычное такое дополнение, да, как бы подтверждает, нет, вот про Эдом-то уж все точно там, с кем-с кем, но с Эдомом все ясно. Вестник был послан народам объявить, все поднимайтесь, пойдем на него войной. Умолил я тебя среди народов, совсем тебя презирают. То есть вот собираются разные, и дальше говорится о географии. Обмануло тебя гордое сердце, ты, кто живет в расселенных скал, обитает на высоте, сам себе говорит, кто может на землю меня свести. Имеется в виду Эдомское Нагорье, действительно, на возвышенности жили эдомитяне, но, конечно, здесь этот чисто географический образ становится метафорой для вот какой-то гордости, для превозношения над всеми остальными. Но если ты и взлетел, как орел, если свил себе гнездо среди звезд, и оттуда тебя не звергну. Пророчество Господа. Ну, это уже, конечно, метафорически. Не вор или к тебе приходят ночные грабители от того и такое разорение? Нет, они бы украли лишь сколько им надо. Если бы твой виноград обирали, оставили бы хоть немного ягод. Нет, не так тебя ограбят, тайники твои обыщут. То есть его грабят с каким-то особым таким вот усердием, то есть вообще ничего не остается. Совсем уничтожено все, что только пытался дом спрятать, сохранить. Более того, иллюзия безопасности разрушена. Погонят себя до самой границы те, кто союз с тобой заключал, кто был в мире с тобой и ел твой хлеб. Поставят себе ловушку. Где ж разум твой? Ну, или другое понимание, а ты и не заметишь. Идом, кстати, почему-то славился как страна мудрецов. Не знаю, с чем это связано, но довольно часто говорится в библейских текстах о мудрецах из Идома. Ну и вот как раз мудрецы окажутся одураченными. Да, истреблю в тот день пророчество Господа. Мудрых в Идоме, разумных на горе Исава. Поражены будут богатыри Таймана, прикончат тех, кто жил на горе Исава. Тайман – одна из областей, гора Исава, соответственно, это вот Эдом и есть. Исав – это имя их предка. А почему? За что так жестоко? За насилие над братом Иаковом покроет тебя позор, уничтожен будешь навеки. Ну вот, народ хоть и не очень дружелюбный, но братский. Да, вот не буду сейчас проводить современных параллелей. Сами догадайтесь, какие бывают братские народы, которые не очень друг к другу могут хорошо относиться и злорадствовать по поводу бедствий друг друга. В тот день ты рядом стоял, когда прочь уносили его добро, когда чужаки в его ворота входили, и Иерусалим по жребию делили, ну то есть завоевали и кому что. Ты был как один из них. Не смотрел бы ты на день своего брата, на день его беды, не радовался бы в день гибели сынов Иуды. Зачем так громко радовался ты в день чужого несчастья? Еще раз повторяется, да, то есть даже не только грабеж, не только соучастие в грабеже, но злорадство, но радость тому, что кому-то плохо, это уже тяжелый грех. Не входил бы во врата моего народа в день беды, не смотрел бы ты на его страдания в день беды, даже всего лишь посмотреть, да, вот специально пойти и посмотреть, о, ему плохо, да, вот уже это грех. Не посягал бы на его добро в день беды, ну, а это уже вывод, раз доволен этим, то надо и воспользоваться преимуществами, надо что-то там схватить, унести. Не стоял бы на перекрестках, убивая беглецов, не выдавал бы уцелевших в день беды. Ну, здесь уже совсем печальная конкретная вещь, то есть ловили тех, кто попытался убежать, да, и выдавали их, может быть, и сами убивали, или выдавали этим завоевателям на убийство. Ну, и, соответственно, дальше снова угроза. Близок день Господень ко всем народам. Как ты поступал, так и с тобой поступит. День Господень, который у пророков, кстати, обычно что-то печальное, связанное с наказанием злодеев, вот здесь на Идомон обратится. «Что творил, к тебе и вернется. Как выпили на святой горе мои, пили, то есть, ну, пировали, пьянствовали, отмечали свою победу, торжество, так и на вашей будут пить все народы, будут пить, полностью проглотят, и то, что было, того уже не будет. А на горе Сион будет спасение, и будет она святой, и вернуться к дому Иакова, его владения». То есть, главное различие, которое пророки проводят между Израилем, который тоже грешит, который тоже получает наказание, ровно в том, что с Израилем это временно. Он восстанавливается, сберегается остаток, а вот эти народы, которые подпадают под гнев Господень, они уже исчезают насовсем. «Станет дом Иакова огнем, дом Иосифа пламенем». Иосиф – это северное царство, которое состоит из разных племен, но главные Моносии и Ефрема, они потомки Иосифа, библейского сына Иакова. «А дом Исава – соломой». Вот и дом станет соломой. «Подожгут его исполят, и никто в доме Исавы не уцелеет, так сказал Господь. «Южане завладеют горой Исавы, жители равнины, землей филистимлен». Это еще одни соседи, которые исторически в свое время враги израильтян. «Полями Ефрема, полями Самарии, Авениамин завладеют Гелиадом». Местность к востоку от Иордана, которая была израильской, но обычно все-таки ее какие-то восточные соседи отхватывали. «Кто был из этой крепости и уведен в плен, получит для сынов Израиля ханаанскую землю вплоть до Царпата». Царпат не очень известно, где это было конкретно. Ну, то есть, всю ханаанскую, всю обетованную землю их увели в плен, но они все вернут. «Кто был уведен из Иерусалима, кто сейчас в плену в Сефараде, тоже не очень известно, какая местность, ну, где-то вот там на востоке завладеет, южными городами. Поднимутся победители на гору Сион, чтобы судить гору Исава». Вот, собственно, все понятно. То есть, вы были злорадными такими соседями и братьями, которые радовались нашему унижению и пытались из этого извлечь выгоду, с вами произойдет ровно то же самое. Но конец все-таки одна строка, но немножечко более возвышенная, чем вот «и вас накажут» – «и царство будет принадлежать Господу». То есть, все-таки в книге «Пророк Авдия» говорится о том, что дело не только в том, что мы хорошие, вы плохие, да, вы нас обидели, мы вам отомстим, но что в конечном итоге все-таки царство принадлежит Господу. Такая очень маленькая, очень простая, не очень яркая книга, но без нее тоже Библия не полна. Книга «Пророка Авдия». Книга «Пророка Авдия»